Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Депутат Московской областной думы Юрий Липатов проинспектировал стройки социальных объектов округа. Заходишь в большие зоны ожидания, свободно, чтобы было побольше простора. Состоялось очередное заседание Совета депутатов. Комиссию по проведению публичных слушаний гражданами, в том числе общественными организациями, направлялись замечания и предложения. Расскажем о народном участковом нашего муниципалитета Александре Якушкине. Много было разных участковых, но как-то мы их плохо знали. Ну вот последний участковый много работает у нас уже. Я его лично отлично знаю. В настоящий момент в Ленинском городском округе находятся несколько строительных и ремонтных объектов, к которым приковано самое пристальное внимание граждан. Два из них – это реконструкция взрослой поликлиники и пристройка к Видновской гимназии. Поскольку эти работы финансируются по большей части из бюджета Подмосковья, проверить стройки приехал депутат Московской областной думы Юрий Липатов. Сопровождала его и наша съемочная группа. Генеральный ремонт здания поликлиники, которой в этом году исполнилось 46 лет, давно ждали не только местные жители, но и руководство Видновской районной клинической больницы. Депутатом Московской областной думы Юрию Липатову о проекте реконструкции в ходе работ рассказал главный врач ВРКБ Бутай Бутаев. Главная цель всех преобразований – сделать посещение поликлиники более комфортным для жителей, убрать очереди на первом этаже, сделать больше пространства у кабинетов, установить мягкую мебель и информационные мониторы. Есть и проблемы. По непонятной причине в проект реконструкции не вошла замена лифтов. Мы написали письмо Минздрав, мы написали это письмо, чтобы нам заменили эти лифты, но это дело сейчас рассматриваем. Юрий Липатов пообещал взять этот вопрос под личный контроль. Пообщался депутат и с представителями подрядчика. Те заверили, что работы ведутся в соответствии с графиком и поликлиника откроется в середине декабря, как и запланировано. Подрядчик, который здесь работает, фирма «Сибиряк», она работает здесь основательно и не на первом объекте в городе Видны и Ленинском районе. И этот подрядчик себя зарекомендовал очень хорошо. Вторым объектом, который посетил депутат, стало строительство пристройки к Видновской гимназии. Здесь его встречали начальник управления образования администрации муниципалитета Светлана Ломакова и директор гимназии Татьяна Анашкина. Стадион соответствует всем требованиям и нормам. Там можно будет сдавать все нормы ГТО. Баскетболь, волейбольная площадка, воркаут, беговые дорожки и спортивные детские комплексы для продленки. Действительно, параллельно со строительством пристройки к Видновской гимназии идет и реконструкция спортивного поля, расположенного рядом. С ноября прошлого года рядом с гимназией ведутся работы. Общий объем инвестиций в строительство более 500 миллионов рублей. Водить собираются? В декабре. В декабре? В декабре. А что, если не в декабре года, то вы, по сути дела, с третьей четверти готовы будете уже осваивать, да? Да запросто, если не будет. Ну, если надзорные органы нам в заключении все мы получим, если будет качество строительства высоко, то у нас вероятность есть. Этот объект важен для многих родителей-школьников. Благодаря ему планируется ликвидировать вторую смену в седьмой школе, которая находится поблизости. Я думаю, что мы все-таки действительно к концу года этот объект откроем вместе. Приятно то, что программа губернаторская в действии. Как у нас говорят, самое дорогое должно быть в государстве это дети. И я думаю, что с этой точки зрения правительство Московской области, да и наше российское государство в целом, в полной мере повернулось лицом и к проблемам детей, и к проблемам здравоохранения. Слава Богу. Визиты депутата Московской областной думы Юрия Липатова в Ленинский городской округ проходят на постоянной основе на те объекты, которые полностью или частично финансируются из бюджета Подмосковья. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. На 14-м очередном заседании Совета депутатов Ленинского городского округа народные избранники обсудили довольно обширный список вопросов, напрямую касающихся жизни муниципалитета. Так, один из главных – устав Ленинского городского округа. Депутатам предстояло решить, готов ли к принятию основной документ, регулирующий сферу местного самоуправления. Ранее проект устава выносился на публичные слушания. К комиссию по проведению публичных слушаний гражданами, в том числе общественными организациями, направлялись замечания и предложения. В дальнейшем также устав у нас был рассмотрен 21 сентября на профильной комиссии Совета депутатов. В результате большинством голосов устав Ленинского городского округа был принят. Устав детально был проработан и он нашел свое логическое завершение. Он был поддержан большинством депутатов. Некоторые депутаты сегодня в последний момент приняли решение использовать популистские методы, заявить о внесениях каких-то корректировок. Хотя было для этого время, они почему-то не удостоились чести прийти. Также депутаты проголосовали за корректировку расходов бюджета округа и его поселений. Решено было выделить дополнительные средства на строительство школы в рабочем поселке Дрожжино на 825 мест и уже возводимой пристройки к Видновской гимназии, где в ходе работ выявились несовершенства рабочего проекта. Несмотря на то, что работы по гимназии стояли 2,5-3 месяца, тем не менее, мы и подрядчик подтверждают твердое намерение с учетом дофинансирования вновь возникаемых работ, выполнить все работы до конца года, ну и, соответственно, началом следующего 2021 года запустить объект работы. Спасибо. Сегодня у нас в гостях начальник ОГИБДД по Ленинскому городскому округу Анатолий Баландин и мы обсудим тему детского травматизма на дорогах. Анатолий Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, с чем связано увеличение количества ДТП с участием детей с началом учебного года? Мое личное мнение сводится к тому, что дети просто отвыкли от того, что они переходят в проезжую часть, потому что на это сказалось режим самоизоляции и долгое обучение в домашнем режиме. То, что учителя не занимались с детьми в плане пропаганды правил дорожного движения, и родители немного упустили этот момент. А есть ли какие-то резонансные случаи за прошедшее время? И вообще существует ли какая-то статистика с детским травматизмом на дорогах? Ну, у нас увеличился детский травматизм именно в сентябре месяце, с началом учебного года. То есть у нас на данный период времени уже трое несовершеннолетних детей пострадало. 3 сентября две девочки переходили дорогу в неположенном месте, также они пострадали. Один из самых, так сказать, первых случаев в этом месяце. А это где, в каких местах города? Улица Заводская. На улице Заводской как раз девочки, учащиеся первой школы, переходили, шли на учебу. Это они переходили по пешеходному переходу или в неположенном месте? Нет, в неположенном месте, в том-то деле, выезд со двора, проезд также во двор. У них в одном месте был в 15 метрах от них пешеходный переход, и в другом в 150 метрах пешеходный переход. В принципе, им не составляло никакого труда проследовать и пройти по правилам. На что стоит обратить внимание родителям и учителям в школах во время проведения каких-то классных часов по теме правил дорожного движения? Ну, я считаю, что здесь не нужно так много времени уделять, как классные часы какой-то вводить. Достаточно просто перед переменой детям напомнить, либо включить какой-то обучающий видеоролик социальный, направленный на правила перехода проезжей частей поведения себя на дороге, в дворах. Потому что сейчас погода еще позволяет, как говорится, бабье лето, да, дети пользуются этими моментами, играют во дворах в выходные дни, в свободное от учебы время, и просто забывают в процессе игры то, что они выходят на дорогу. Ввиду этого, ну, также своих физиологических особенностей, они меньше, чем взрослые, их некоторых из-за машин не видно. Водители просто не успевают иногда среагировать, и что касается вот игры во дворах. Я вот обратил бы внимание водителей, и также родителей, которые отпускают своих детей играть во двор, чтобы они им, перед тем, как они их отпустили, сказали, чтобы на проезжую часть ни в коем случае нельзя было выбегать. Если они захотят выйти, либо перейти, чтобы, как это обучают их и в школе, посмотрели налево, посмотрели направо, еще раз налево, и только в этом случае можно было переходить в проезжую часть, либо вступать на проезжую часть. Ну, для чего это там происходит? Что вы принесли сегодня с собой? Да, кстати, это у нас акция «Социальный раунд», «Засветись» называется. Это светоотражающие элементы, которые, в принципе, позволяют, сейчас темнеет, начинает рано, и дети, родители, все пешеходы могли бы их использовать для того, чтобы обращать на себя водителей. То есть, в темное время суток водитель едет, фары светят, и когда человек приходит в темном одеянии, как у нас все это любят, нет никакого сотражающего элемента, то есть водитель замечает в самый последний момент. Тут очень велик риск того, что может произойти ДТП. Данное представление, оно просто предостораживающее того, что оно может предотвратить некоторые тяжелые последствия. Их можно вешать на рюкзаки, приклеивать, на руки очень хорошо одеваются таким вот образом, то есть человек становится более заметен на проезжей части. А где их можно найти? Может быть, продаются в специальных магазинах каких-то? Да никакой специальный магазин нет. Есть автомагазины, канцтовары есть такие. Они на заправках продаются, в виде брелков может вешать их на любой элемент одежды, на аксессуары в виде рюкзака детей или еще сумочек всяких женских. То есть сложностей достать их никаких нет. У нас происходят социальные раунды, мы к детям в школу приносим, мы раздаем в младших классах. Также на улице у нас инспектора пропаганды их раздают. То есть, в принципе, если попадет кто-то под данный раунд, тоже может получить данный ситоотражающий элемент. И, наконец, у вас есть возможность прямо сейчас обратиться к водителям и к пешеходам, к участникам дорожного движения, чтобы напомнить об их ответственности. Хотелось бы всем напомнить, чтобы соблюдали правила дорожного движения, обращаясь к водителям, чтобы соблюдали правила скоростного режима, правила поведения на дороге, рядность, пропускали пешеходов, а также обращаясь к пешеходам, чтобы, когда они вступали на проезжую часть, обращали с какой скоростью и как движется водитель. Просто некоторые водители не сразу смогут реагировать на то, когда вы выйдете на проезжую часть. А так, всем добра. Большое спасибо. А я, в свою очередь, напомню, что у нас в гостях был начальник ОГИБДД по Ленинскому городскому округу Анатолий Баландин. В продолжение темы. С этого года юными помощниками инспекторов дорожного движения могут стать не только ребята школьного возраста, но и дошкольники. Такая программа стартовала по всей Московской области. В Ленинском городском округе первое посвящение в пешеходы прошло в детском саду «Яблонька». Воспитанники старшей группы, как и положено, сдали экзамены и получили удостоверение. Насколько сложным и ответственным был этот день для малышей, расскажет Юлия Поготьян. Я буду вам говорить фразу, если вы с ней соглашаетесь, с тем, что там сказано, значит, вы говорите «это я, это я, это все мои друзья». Если же вы так не делаете, должна быть тишина. Договорились? Все, как на настоящем экзамене в ГИБДД. Только с учетом, что сдают его еще совсем маленькие участники дорожного движения. Конечно, водить автотранспорт им пока рано, а вот быть грамотными пешеходами в самый раз. Более того, ребятам пришло время стать юными помощниками инспекторов ГИБДД, чтобы нести в массы свои знания. Юные помощники, они будут, скажем так, нашими помощниками. И, соответственно, рассказывать деткам, которые поменьше, ну, как бы сами понимаете, что от деток информация к деткам передается гораздо быстрее и лучше усваивается. И вот старшие детки будут помогать малышам в понимании правил дорожного движения. Стать юным помощником инспектора дорожного движения дошколята смогли впервые. Раньше это почетное звание могли нести только ученики школ. В этом году по всей Московской области в ЮПИТ принимают и учащихся детских садов. В Ленинском городском округе программа стартовала с детского сада «Яблонька», что в микрорайоне «Зеленый аллей». Мероприятие сегодня прошло, я думаю, успешно, потому что все мы с вами увидели, насколько дети владеют знаниями правил дорожного движения. А это, я считаю, очень важно, жить в таком замечательном городе, как наш Видное, и при этом соблюдать правила движения. И не только соблюдать, но следить за тем, чтобы твой друг, твой сосед, твой родственник, родители их тоже соблюдал. Сегодня в присутствии сотрудников госавтоинспекции ребята демонстрировали свои познания в ПДД. Для удачного прохождения экзамена они должны были доказать, что хорошо знакомы с правилами перехода проезжей части и работой светофоров. Я знаю знаки, что нельзя делать на дороге, что можно делать. А вот, например, чего нельзя делать пешеходам на дороге? Нельзя на красный цвет проходить. Красный цвет говорит, что пока не людям закрыт путь. А остальные цвета о чем говорят? Зеленый говорит, что машинам надо стоять, а людям идти. Ребята с ответственным заданием справились, и каждый получил удостоверение юного помощника инспектора дорожного движения. В отряд юных помощников инспекторов движения принимается Максим Калинин. Держи, удостоверение. Давай ручку. Держи, принеси. Пойдем тебе ручку. Молодец. Программа набора дошколят в ряды ЮПИТ в Ленинском городском округе продолжится до конца октября. За это время сотрудники госавтоинспекции намерены охватить все детские сады муниципалитета. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. В Москве стартовал конкурс «Народный участковый», который ежегодно проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации. Ленинский городской округ представляет капитан полиции Александр Якушкин. Он победил на местном этапе конкурса. Теперь участковый и уполномоченный будет бороться за звание лучшего уже на областном уровне. Рабочий день участкового и уполномоченного Александра Якушкина начинается в 9 часов утра. Дальше идет инструктаж и ознакомление со сводкой за прошедшие сутки. Участковый, признается Александр, это главное звено одной цепи между полицией и населением. Ведь он первый, кому обращаются жители за помощью при любом правонарушении. В зависимости от граждан, кто обращается, там всякие есть, например, кого-то соседи беспокоят, кто-то там живет, шумят, например. Участок Александра Якушкина – это микрорайон Солнечный и четная сторона Советской улицы. Эти дворы он знает как свои пять пальцев. Капитан полиции рассказывает, жители обращаются по разным причинам, но наиболее частые заявления по нарушениям общественного порядка. У нас с того старца бомжи жили в этом подвале. Там они ковров натащили, там целых ста их жило. Но вот никто из ЖКХ не реагировал, дверь открыта. Позвонил ему, приехал, он все решили, пробовали в течение часа, всех повыкидывали, все ковры не отнесли на помойку. Главным в своей работе Александр называет общение с людьми. Участковый должен быть настоящим психологом, находить подход к каждому человеку. Кому-то помягче, кому-то построже. Основная задача – предотвратить преступления. Поэтому профилактическим беседам с населением уделяется большое количество времени. Кого не знаете, лучше не открывать. Если кто пришел, даже с каких-нибудь социальных служб, кем представляется, лучше позвонить родственникам, дочери своей, сказать, вот такая вот ситуация, пришли ко мне такие-то граждане. Чтобы дочь сама пришла, посмотрела, либо какие подозрительные граждане будут, можете позвонить мне, например. На всероссийский конкурс народный участковый Александра выдвинуло руководство. Он на протяжении двух лет имеет хорошие показатели по раскрытию и профилактике преступлений и административных правонарушений в Видновском отделении полиции. Но самым важным достижением в его работе оценили взаимопонимание с населением своего участка. Много было разных участковых, но как-то мы их плохо знали. Ну вот последний участковый, но много работает у нас уже. Я его лично отлично знаю. Многие тут мои мужи, мужчины, женщины, все знают его. Очень отзывчивый такой. Александр Якушкин победил на местном уровне, набрав наибольшее количество голосов. На втором этапе конкурса он будет бороться уже за звание лучшего в Подмосковье. Проголосовать за участкового можно на сайте Главного управления МВД России по Московской области с 7 по 16 октября. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Витнет-ТВ. На сегодня это все новости. Желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин